доброго времени на этом видео покажу вот такой плеер один из моих любимых не только с точки зрения звучания но и эстетики и я с уверенностью скажу что это определенно если не в пятерке то десятки лучших аппаратов посмотрим на его комплектацию немножко послушаем постараюсь не затягивать это видео такие надписи made in japan как мы видим 3 free то есть с заботой об окружающей среде в деревьях это бумага упаковка картонная сделана из богатцы non-wood pulp как мы видим можно прочитать то есть это жмых сахарного тростника технология была освоена 80-х годах и сони взяли ее на вооружение в своих упаковках в окменов вот такой здесь просматривается бокмен надпись такая выпуклая то есть можно даже пальцами ощутить но и дизайн ну скажем на любителя какая-то рептилия похоже вот глаз рот ест какого-то я не знаю что это или червь или какое-то растение длинное но и похоже это рептилия обитала водоемах японии и весьма почитаемо в японской кухне я так думаю иначе зачем ее лепить на такой прекрасный аппарат прекрасную коробку в общем повертели мы со всех сторон и переходим к содержимому то есть сейчас я аккуратно вскрою пожалуйста прочитайте инструкцию внутри и посмотрим что здесь за инструкции есть начнем с предупреждения техники безопасности при использовании этого плеера и зарядного устройства к нему в общем при желании можно переводить это все отбрасываем в сторону также есть как инструкция как использовать поставляемые в комплекте наушники если написано если наушники не подходят к вашим ушным раковинам или звук немножко не сбалансирован поверните наушники немного для того чтобы их плотно вставить в уши и тогда звук восстановится девяносто шестой год надпись напечатано дальше чек на покупке мы видим в девяносто седьмом году покупался этот плеер девятый месяц девяносто седьмой год и вот штамп компании которая продала компания называлась йодобаси камера нисе сицуоко japan токио телефоны в случае неисправности обратитесь в сервисные центры перечисленные какие-то ну в общем такая вот бумажка была также рекламная брошюрка аксессуаров и батареек которые производитель sony рекомендовали бы использовать с этим плеером гамстик аккумуляторы батарейки sony стамина стамина переводится как жизненная сила также в тот период второй половины 90-х годову такие кассеты были распространены и sony настоятельно рекомендовали их к использованию в кассетных плеерах металл стамина сидя ай x серия также замечательная в общем то такая вот эти кассеты неплохие джей об 60 коллекции коллекции есть кассеты разумеется я действительно подтверждаю что рекомендации не безосновательные для использования всех этих перечисленных аксессуаров и кассет также инструкция руководство на японском языке и немножко скудно правда но на английском языке написаны все особенности эксплуатации battery life нас интересует сколько плеер питается от батареек richard же был nc6 wm на 600 миллиампер в комплекте есть такой же батареечка которая уже понимаю что она пришла в негодность мы ее использовать не будем это просто комплектационная батарейка nc6 wm также кейс к этой батарейки так вот при питании такой батарейки полностью заряженный плеер может проработать 9 часов при использовании sony alkaline alar 6 л арксикс в окмановской разработанной для окманов 33 часа и при использовании перезаряжаемой батареи гамстик и вместе батарейки sony типа lc6 вместе они работают в течении 40 часов здесь написано всю инструкцию читать не будем времени это отнимет очень много в этом смысл бросим в сторону переходим дальше к это скорее всего указание сервисных центров которые можно обратиться для сервисного обслуживания естественно все это не актуально сейчас но тем не менее на тот момент все это было предоставлено зарядное устройство фирменное sony абсолютно новое в глянце выходной ток 300 ампер можно видеть и 1 и 2 вольта постоянного тока output made in china кстати ну такое вот зарядное устройство это родные наушники и пульт дистанционного управления доставать не буду так с ними все понятно но кстати хорошего звучания до наушниках имеет смысл сказать что они вот имеют вот такую выпуклость которая очень удобно входит в ушную раковину достаточно глубоко не рассеивает басы эти наушники звучат вполне вполне прилично для по сравнению с наушниками которыми комплектовались player sony это хорошие наушники можно сказать их можно слушать не прибегая к использованию каких-то других в принципе хотя я расцениваю этот аксессуар как с точки зрения не более чем любопытства как же звучали тогда плееры с такими наушниками дальше вот в контейнер для использования батареек а контейнер соответственно использованный сейчас я его пытаюсь открыть да вот немножко нужно помогать ногтем для открывания мы можем ставить батарейку соответственно здесь даже следов по моему нету от использования этого контейнера и таким образом подсоединил его к плееру но и сам плеер плеер в идеальнейшем косметическом состоянии новой вещи логотип sony очень притягательно и заманчиво блестит переключатель hold все кнопки fast forward rewind перемотка назад остановка воспроизведения в прямом и реверсном направлении и с другой стороны мы видим огромнейшее огромнейшее вот такое смотровое окошко у экстраслимов sony это самое большое насколько мне известно из всех моделей и понятно что выглядит он просто просто эталон на просто топово бомбически и ну не знаю подберите сами эпитеты для выражения степени восторга от того насколько классно он выглядит по размерам он достаточно миниатюрен вот я стандартную кассету возьму sony и мы видим что плеер даже немножко меньше чем кассета по ширине чем коробка от кассеты то есть он повторяет немногим более ширину самой кассеты естественно с учетом закругления крышки когда она закрывается полностью покрывает саму кассету но если брать стандартную коробку то плеер меньше по толщине он также но не намного больше чем стандартный подкассетник и по функциям здесь есть система шумопонижения включение-выключение регулятор громкости коррекция по низкочастотному звучанию в трех положениях normal mega bass и grow подключение разъем штекер для подключения пульта дистанционного управления наушников также можно открыть заглянуть внутрь на состояние магнитной головки если можно видеть в общем то оно можно сказать идеальное прижимные ролики но у плеера пробег ну минимальный поэтому с учетом времени его можно смело отнести в категорию новых и неиспользованных вещей конечно же он включался тестировался но в целом это новый аппарат без пробега ставим кассету да по дальше по надписям made in japan система ограничения максимальной громкости защита слуха и включение и выключение функции blank skip пропуск пустых мест на кассете blank skip помогает ну предположим одна кассета 46 минутная содержит копию винил релиза и одна сторона скажем 20 минут длится вторая 23 если у нас включена функция blend skip при прослушивании стороны которая с меньшей продолжительностью 20 минут плеер воспроизводя обнаружит фрагмент пустой включит перемотку перемотает на следующую сторону и реверсом включит воспроизведение следующей стороны кассеты в целом экономия времени экономия удобства точнее удобства в целях не нужно доставать плеер перематывать смотреть сколько осталось то есть здесь логика плеера позаботиться об этом ну и соответственно покажу как он красиво перематывает так нужно естественно вставить аккумулятор вставлен здесь повышенной емкости будет в комплекте этот аккумулятор нужно выключить режим hold разумеется нажимаю на перемотку назад и так вот включилась перемотка и так он мотает красиво можно останавливать перемотку сразу нажатием на воспроизведение тогда включится воспроизведение и вот такая красота открывается как же красиво смотрятся эти бобинки на любая кассета неважно с бобинками или без она будет смотреться просто обворожительно обворожительно наверное самое такое слабое слово которое можно подобрать для описания красоты этого этого аппарата ну звук соответственно также занимает особое место сейчас я подключу наушники и кратенько послушаем что здесь записано громкость в районе семерочки восьмерочки оставлю вот его звучание расположу так вперед перемотку нажимаю вперед перемотку и нажимаем на воспроизведение поближе поднесут микрофоны поближе поднесут микрофоны на н qui не на мед а а а Реверсное направление. Вот так реверс работает. Громкость практически максимальная. Звучание идет в нормал, без мегабаса. Если записана кассета хорошо, правильно сбалансированная, на качественных наушниках потребностей совершенно нет никакой, либо коррекция звучания по басу. То есть звук очень такой качественный, напористый. Я повторю, что это один из лучших флееров по звуку. Слушала их, естественно, много. Один десяток далеко не один. И полная ответственность и уверенность, чтобы утверждать, и завернуть, что это один из лучших флееров по звуку. По крайней мере, среди речек. То есть отлично звучащих флееров очень, разумеется, много. Да, и вся шестая серия великолепно звучит, я имею в виду, серия EX. 610, 600, 666, но из тех, которые у меня есть, в коллекции 651, 655. И, в общем-то, звучание всех мне очень и очень нравится. Так, перемотка. Посмотрим, как работает. Остановка. Перемотка вперёд. Остановка. И воспроизведение. Мотает достаточно быстро. Подписывайтесь на наш канал. Продолжение следует... Продолжение следует... Съемный контейнер с резервной батарейкой и вот так вот подсоединить. Тогда у нас механизм сработает на раз блокировку и мы сможем открыть. В данном случае вот этот аккумулятор уже садится. Недостаточно питания. Его длительное время не подзаряжал, поэтому я не мог открыть. И кстати об этом и говорила эта надпись. Если у вас подсядет батарейка или аккумулятор, не пытайтесь выламывать, открывать. Просто вставьте новый элемент питания и тогда все будет отлично работать. Сейчас мы не можем открыть в процессе воспроизведения. Он не открывается. Но вот кассета очень имеет легкий доступ. Благодаря таким доступ к кассете, благодаря вот этим отклоняющимся держателям в это положение. Удобно взять кассету. Либо так, либо просто достать таким образом. То есть достаточно удобно. Но в целом очень классный, очень классный аппарат. В состоянии нового, разумеется, таких аппаратов на земле у нас единицы. И они пользуются большой популярностью, большим спросом сейчас. И, конечно, каждому человеку хочется приобрести билет в машину времени. Для того, чтобы вернуться в то время и подержать в руках этот великолепный, отлично звучащий Бокман. Который не только звучит потрясающе, но и выглядит просто великолепно. Снова об эстетике этого плеера. Неважно, какую вы встали кассету, дорогую, элитную, или какую-то простую относительно, или просто качественную. Со всеми кассетами этот плеер будет смотреться великолепно. Остановка останавливается. И после остановки можем открывать воспроизведение. Реверс. Снова реверс. Показываю, что все режимы работают без замечания. Когда батарея заряжена. Поиск треков. Найдена пауза. Громкость. Теперь перемотка назад в режиме AMS Automatic Music Sensor. И будет найдено начало этой песни. Вот он, плеер сам остановился. И снова включает начало текущего трека. Достаточно удобно для навигации по кассете. Остановка. Перемотки. Вперед. Остановка. Перемотка назад. Очень тихо работает. Все просто, как и должно на новом аппарате. Снова воспроизведение. И реверс. Вот такой шикарный аппарат. Благодарю за просмотр. Всем пока.